Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик температуры выхлопных газов и GT-Contour CP1 датчик 2, что это значит? Это общий код трансмиссии, который означает, что он охватывает все марки, модели, выпущенные в 1996 году, тем не менее, конкретные шаги по устранению неполадок будут зависеть от автомобиля, этот диагностический код неисправности, DTS-P2031 относится к состоянию датчика температуры газа и GT, расположенного в верхней трубе перед каталитическим нейтрализатором, его единственная цель в жизни – защитить преобразователь от повреждений из-за чрезмерного нагрева, код P2031 обозначает обнаруженную общую неисправность в цепи датчика температуры EGR на блоке 1, датчик решетка 1, этот код неисправности P2031 относится к банке номер 1, это сторона двигателя, которая содержит цилиндр номер 1, кодом относится P2032 – низкий уровень в цепи и P2033 – высокий уровень в цепи, датчик и GT используется на большинстве поздних моделей газовых или дизельных двигателей, это не более, чем термочувствительный резистор, который преобразует температуру выхлопа в сигнал напряжения для компьютера, он получает сигнал 5 вольт от компьютера по одному проводу, в то время как второй провод заземлен, пример датчика температуры выхлопных газов EGR, чем выше температура выхлопных газов, тем меньше сопротивление заземления, что приводит к более высокому напряжению, наоборот, чем ниже температура, тем больше сопротивление, приводящее к более низкому напряжению, если двигатель распознает низкое напряжение, компьютер будет изменять время двигателя или соотношение топлива, чтобы поддерживать температуру в допустимых диапазонах преобразователи, В дизеле EGT используется для определения времени регенерации PDF дизельного сажевого фильтра, на основе повышения температуры, если труба без трубопровода была установлена вместе со снятием каталитического нейтрализатора, как правило, EGT не предусмотрено, или если он есть, он не будет работать правильно без противодавления, это установит код, симптомы, загорится индикатор проверки двигателя, и компьютер установит код P2031, никакие другие симптомы не будут легко узнаваемы, Потенциальные причины, причинами этого кода неисправности могут быть следующие, проверьте, нет ли ослабленных или корродированных разъемов или клемм, что часто имеет место, сломанные провода или отсутствие изоляции могут стать причиной короткого замыкания непосредственно на землю, возможно, датчик неисправен, система вытяжки выхлопных газов без установленных EGT, возможно, хотя компьютер и не вышел из строя, P2031 процедуры ремонта, поднимите автомобиль и найдите датчик, Для этого кода он относится к датчику банка 1, который является стороной двигателя, которая содержит цилиндр номер 1. Это между выпускным коллектором и преобразователем или, в случае дизеля, перед дизельным сажевым фильтром, DPF. Он отличается от датчиков кислорода тем, что это просто штекер с двумя проводами, автомобиль с турбонаддувом будет иметь датчик рядом с входом турбонагнетателя, проверьте разъемы на наличие неисправностей, таких как коррозии или ослабленные клеммы, следуйте за косичкой до ее разъема и проверьте ее, ищите признаки отсутствия изоляции или оголенных проводов, которые могут закорачиваться на землю, отсоедините верхний разъем и снимите датчик EGT, проверьте сопротивление амметром, исследуйте обе клеммы. В разъеме, хороший EGT будет иметь около 150 Ом, если сопротивления очень мало, заменить датчик ниже 50 Ом, используйте фен или тепловую пушку и нагрейте датчик, пока смотрите ометр, сопротивление должно падать при нагревании датчика и повышаться при охлаждении, если нет, замените его, если к этому моменту все было хорошо, включите ключ и измерьте напряжение на стороне двигателя от косички, на разъеме должно быть 5 Вольт, если нет, замените компьютер, другая причина установки этого кода, замена каталитического нейтрализатора в пользу системы обратной связи, в большинстве штатов это незаконная процедура, которая наказывается крупным штрафом, если его поймают, рекомендуется проверить местные и государственные законы, касающиеся удаления этой системы, поскольку она допускает неконтролируемые выбросы в атмосферу, это может сработать, однако каждый обязан вносить свой вклад в поддержание чистоты атмосферы для будущих поколений, до тех пор, пока это не будет восстановлено, код можно сбросить, купив резистор 2,2 Ома для замены кармана в любом электронном магазине, просто утилизируйте датчик EGT и подключите резистор к электрическому разъему на стороне двигателя, оберните его лентой, и компьютер убедится, что EGT работает правильно и белый говоря, факт, уCr2-3 Ома для замены кармана. Игтет шерезистор к들онку, и вин МО для замены кармана в любом электронном мирово-поро. Игтет шерезистор к хаме ельный шерезистор к хаме на стороне двигателя, т.к. Продолжение следует...